Я очень внимательно вчера просмотрел тот комментарий, который был в официальных источниках сервис массовой информации. Очень подробно с ним ознакомился. И вот в связи с этим я хотел бы откомментировать эту ситуацию и те доводы, которые приводились. С самого начала выступления говорится о том, что якобы в комитете нет специалистов, экспертов, а до этого был в Минэкономике. Никого там нет, не осталось. И этим воспользовавшись бытовой компанией, якобы подготовили какие-то тарифные заявки, направили, и министр просто подписал документ и определил правила игры. Во-первых, при реформировании органа, реорганизации в 2017 году, как мне известно, весь состав специалистов, отделов, экспертов штатных, он перешел в Минэкономике, создав департамент. Соответственно, все эти специалисты, которые на протяжении более 10 лет занимались тарифным регулированием, они продолжили заниматься до юра, называясь немножко иначе. Нужно понимать, что министр не подписывает просто так какой-то документ, либо я как руководитель органа не могу просто подписать и все, и все решил. Это делается к региальным органам, который сформирован на основании соответствующих документов. Орган правления он называется. Там есть, соответственно, члены этого правления. Они состоят не только из сотрудников органа регулирования, либо Министерства экономики. Туда входят представители Совета рынка, которые непосредственно контролируют ситуацию, представители Федеральной антимонопольной службы. И те тарифно-балансовые решения, которые приняты были в 2018 году, они были приняты Министерством экономики. Но в дальнейшем идет выступление о том, что якобы Дондонян там в течение трех месяцев уже живет с этим, будучи руководителем органа регулирования, и ничего не меняет. И считает это все правильным и законным. Нужны просто элементарные вещи понимать, что мы, органы исполненной власти, мы исполняем те требования и нормы, которые определены органом законодательной власти. А именно законы и нормативно-правовые акты. Да, очень легко было, конечно. Мне как органу регулирования пришел, я посмотрел предыдущий руководитель, как он считает всех там некомпетентными. Я тоже бы так же с этим же подходом подошел, отменял бы все приказы, все тарифно-балансовые решения и начал бы тут свою диктатуру. Но мы живем в правовом государстве, и органы исполненной власти должны действовать в рамках правового поля. Чтобы изменить тарифно-балансовые решения, которые были приняты ранее, мне нужны основания. Этими основаниями могут быть судебные решения, этими основаниями могут быть предписания федерального центра, а именно ФАС России, либо изменения на федеральном уровне законодательства, которые регулируют тарифные регулирования, то есть изменения правил игры на федеральном уровне. Как бы мне нравилось это, как бы нам это не нравилось, но орган регулирования может оценить тарифно-балансовое решение лишь на следующий период регулирования. Что я и буду делать? Мы оценим все те действия, которые были приняты ранее, и мы, я об этом неоднократно заявлял везде, что мы будем открыты, мы будем для всех, чьи права и законные интересы затрагиваются, всегда объяснять и рассказывать. Надо будет каждую статью затрат рассказать каждой организации, конкретному гражданину, мы это сделаем. Потом в дальнейшем он переходит уже к конкретным каким-то цифрам. Якобы орган регулирования, просто взяв, захотев так, в шесть раз, потом он в 600% говорит, поднял с бытовую надбавку. Ну и если вы представитель, я не знаю, предпринимательского сообщества какого-то, я вот не знаю, как у него правильный дурн, да, председатель, по-моему, вы задавались вопросом, неужели настолько безграничны полномочия органы регулирования, которые контролируются надзорными органами, контролируются федеральной службой, раньше было по тарифам, теперь ФАС России, вот так может просто взять и 600% поднять. Неужели нельзя было посмотреть предметно, чем это вызвано? Это же просто голословные какие-то высказывания, а это, объясню вам, вызвано было именно тем, что именно на федеральном уровне изменился метод тарифного регулирования. Если раньше был один метод тарифного регулирования, теперь стал иной. Метод эталонов это называется. И именно этот метод эталонов был, можно сказать, он новый относительно. И он вот начал регулировать, начали регулировать территориальные органы регулирования с бытовой компанией, именно по методике, которая тоже с федеральным центром определена. Если мы посмотрим конкретно для крупных с бытовых компаний, которые действуют с огромным объемом потребителей и распространение по территориальным очень сильно, то есть расстояние, да, то этот метод дал положительные результаты. Это зафиксировала и федеральная антимонопольная служба. Но, к сожалению, в таких субъектах, как у нас или по Абакану, когда очень границы узкие города Абакана и объем количества потребителей, соответственно, здесь иная ситуация сложилась. Мы видим и фиксируем неконтролируемый рост НВВ, необходимые валовые выручки для сбытовой компании. Мы написали соответствующее письмо о том, что нужно обратить внимание на более мелкие сбытовые компании, и нельзя все применить для одних. На что вот как раз мы получили ответ с Министерства энергетики, который как раз и поддержал нашу позицию, то обстоятельство, что данная система именно в территории Республики Хакасия приводит к необоснованному росту необходимой валовой выручки. Эти средства не нужны сбытовой компании. Они сказали, что сейчас планируют ввести корректировку в эту методику с целью сдержать вот этот необоснованный рост, который происходит именно по более мелким сбытовым компаниям. И сейчас прорабатывается этот вопрос, и планируется, я думаю, что как к сентябрю, может быть, там выйдет какая-то корректировка вот этого метода эталона, и методические рекомендации внесут соответствующие изменения. Органы регулирования действуют в рамках тарифной заявки, которую отправляют ресурсно-набжающие организации. В нашем случае Абакан Энергосбыт. Именно Абакан Энергосбыт определяет тот объем необходимых средств, которые им нужны. Так возникает вопрос, для чего такой объем НВВ запрашивать у регулятора? Только потому, что законодательно это позволяет использовать вот эту вот проблему, которая сложилась в связи с новой методикой? Либо это вам и нужно. Ведь Абакан Энергосбыт должен быть социально ориентированной организацией, в первую очередь. Она должна рассчитывать свою НВВ с необходимостью, это и есть необходимая валовая выручка. Средняя заработная плата в Абакан Энергосбыт 100 тысяч рублей. Мы ничего на это повлиять не можем, никаким образом. Вопрос. Она выше, чем средняя по республике почти в три раза. Но неужели нельзя при тарифной заявке социальную ориентированность почувствовать на себе и понимать, что нельзя воспользоваться вот этой ситуацией? Мы решим эту ситуацию. Я проведу работу с вас, я думаю, что мы сможем аппетиты их ограничить. А почему-то есть ситуация у нас абаканские электрические сети, почему-то господин Челкин об этом не говорит. Они, параллельно с Абакан Энергосбытом, вышли в суд, через два дня заседание было следующее, Абаканские электрические сети. Они заявились на НВВ к нам, сумма у них была по НВВ 570 заявка, мы им дали 400. Все остальное, почти 170 миллионов, они хотели. Ведь это же нигде не озвучивается. Через суд обязательно это сделать. Регулятор став на позицию потребителей именно города Абакан. Я исключил это все. Я как новый руководитель, я стал также на позицию и интересы потребителей города Абакана, всех потребителей. И начал отстаивать интересы потребителей, защищая потребителей Абакана, от МУП Абаканские электрические сети. Я думаю, что МУП Абаканский Энергосбыт, соответственно, они вместе инициировали вопрос поднятия тарифов. Одни через услугу по передаче, другие через бытовую надбавку. Я бы все-таки попросил бы в таких случаях как раз обращаться в органы регулирования, с целью, если вы видите какие-то отклонения, которые не соответствуют тому, что должно быть. И давайте мы оценим, насколько законны действия с бытовой компанией, насколько законны и обоснованные действия и жалобы, которая на основании этих действий была направлена в органы регулирования. Мы же не только по Сибири, второе место занимаем по стоимости электроэнергии для населения. Соответственно, вся остальная перекрестка, она ложится на прочих потребителей, потому что их нужно оплачивать. И за население, фактически, если раньше была последняя миля, платил русал, то теперь, когда русал ушел, соответственно, прочие потребители помимо русала. И поэтому, можно сказать, что фактически эта нагрузка ложится на прочих потребителей. Основная моя задача. Я не могу сейчас однозначно заявить, что здесь какой-то хаос и неразбериха, но и говорить о том, что здесь есть порядок, тоже не могу, потому что я сейчас плотно именно занимаюсь тарифами на электроэнергию, сам лично, как руководитель, и оцениваю ранее принятые тарифно-балансовые решения. Субтитры создавал DimaTorzok